Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» предлагаем вашему вниманию задуматься над тем, насколько необходимо и полезно доброе общение между людьми. Еще святой апостол Павел говорит «Общение не забывайте». В нашем современном мире, где, казалось бы, столько возможностей и средств коммуникации, которые якобы дают возможность общаться людям, находящимся на далеком расстоянии, легко можно и позвонить, и по видео пообщаться, и в то же время удивительный феномен. Вроде бы возможности есть пообщаться, вроде бы люди стали более открыты друг к другу, но вот эта открытость, открытость и рознь. Например, тот или иной друг или подруга могут в своих соцсетях публиковать свои фотографии или селфи. Вот мы были там-то, вот мы побывали там-то, вот мы приобрели вот это, вот мы на фоне там-то такого, так сказать, интересного там красивого здания или какого-то красивого места на природе. А вот так, чтобы позвонить своему другу или подруге и просто спросить, а как ты жив-здоров, как у тебя самочувствие, не нужна ли тебе какая-то помощь? Вот этого нет. С одной стороны, все стали друг к другу открыты и даже призывают к открытости, и даже приветствуются быть открытым, говорить обо всем и везде, чтобы жизнь была прозрачной, а в то же время какой-то открытости, сердечности, искренности в отношениях, во взаимоотношениях, в общении с людьми не наблюдается. И вот преподобный Паисий Святогорец в свое время обращал на это внимание, что если раньше существовало какое-то соседство, взаимопомощь, например, люди в деревнях, живя бок оба друг с другом, если одному надо было идти куда-то пешком, и он спрашивал соседа, не идешь ли туда? И сосед ему говорит, вот я завтра там на лошадь иду, иду как раз в то же селение, если хочешь, оставайся у нас, переночуем, и завтра поедем вместе. Или, например, отправляясь в город из деревни, какой-нибудь сельчанин шел к соседям и спрашивал, говорит, вот я сейчас еду в город, не нужно ли вам там что-то купить? Скажите мне заранее, я постараюсь вам... То есть было какое-то добрососедство, было какое-то желание людей друг другу помочь и поддержать. А сейчас люди даже живут в одной многоэтажке, на одной лестничной площадке. Это не только преподобный Паисий Святогорец замечает, и это, в общем-то, очевидная вещь. И люди могут совершенно не знать, кто находится у тебя за стеной или за соседней дверью, потому что абсолютное безразличие друг к другу. Это не является нормальным состоянием, и верующим людям, нам, христианам, надо, конечно, больше думать о ближних. Должно быть какое-то встречное, такое поступательное движение к ближнему, желание моему помочь. Конечно, тут вы можете мне возразить, и, наверное, будете правы, что, конечно, тут надо все делать с рассуждением, аккуратно. Далеко не каждый человек сейчас, при всей открытости декларируемой, согласится сразу пустить вас, скажем так, в свой дом или в свою душу, поделиться своими скорбями и бедами, и откликнется на ваше желание помочь. Конечно, везде нужна рассудительность, но, тем не менее, все-таки христианин должен стремиться быть по-настоящему открытым. И очень мудро преподобный Паисий с высоты своего духовного опыта обращает внимание на следующее. Я даже постараюсь зачитать вам из второго тома его мудрые размышления. В наши дни, если даже духовные люди, и не хотят быть связанными между собой, их принудит к этой связанности дьявол. Сегодня дьявол многой своей злобой делает людям величайшее благо. То есть, смотрите, казалось бы, такой противоречий, антиномия, что как может дьявол своей злобой сделать величайшее благо. Если, к примеру, верующий отец хочет найти для своих детей домашнего учителя, то он вынужден будет найти учителя хорошего и верующего, потому что он собирается ввести его в свой дом. С другой стороны, верующий учитель, не получивший еще места и желающий давать детям частные уроки, тоже будет искать хорошую семью, чтобы чувствовать себя в безопасности. Или какой-то мастер, живущий в духовной жизни, или малер, или электрик, станет искать работу в хорошей семье, чтобы чувствовать себя легко. Потому что в доме мирском он оживет в себе неприятности. Разумеется, здесь речь идет не о земном каком-то комфорте, о достатке, а именно о том, что сама атмосфера. Если ты человек верующий, то невольно ты будешь искать людей так или иначе единомысленных тебе. Хозяин христианин тоже будет искать для работы у себя в доме хорошего мастера и верующего человека. Как один, так и другой будут искать человека духовного, с которым можно сотрудничать. И так потихонечку духовные люди всех ремесел и всех наук познакомятся друг с другом. В конечном итоге, пишет преподобный поэсий, дьявол, не желая того, делает своей злобой добро, отделяет овец от козлищ. Овцы отделяются от козлищ и станут жить единым стадом с единым пастырем. Потому что то, во что превратился мир сейчас, говорит преподобный поэсий, говорит совершенно справедливо, годится только для живущих во грехе. Поэтому люди разделяются. Овцы и козлища будут сами по себе. Ну, овцы и козлища – это такое образное номинование людей, живущих по стихе мира сего, отвергающих Бога, не заботящихся о Боге, об исполнении Его заповеди, о вечной жизни, совершенно равнодушных и богатеющих только грехами. А под овцами подразумеваются люди, все-таки помнящие о своем духовном родстве, о той цели, ради которой Господь создал человека, и той цели, которую Господь человека ведет в этой жизни. Желающие жить духовной жизнью постепенно не смогут жить в этом мире. Они постараются найти подобных себе людей, Божиих, найти духовника, который поможет им удалиться от греха. Вот это-то добро и делает сейчас дьявол, сам того не желая. И сейчас не только в городах, но и в деревнях, видишь, одни спешат в развлекательные центры и живут безразлично. То есть у одних людей сплошной праздник, из-под на то, что где-то бедствие, где-то люди страдают, умирают, испытывают лишения, у кого-то праздник, а другие спешат на бдение, на молебны, на духовные собрания, и эти люди спаяны между собой. Преподобный Паисий далее вспоминает, как он, будучи молодым человеком, служил в войсках связи, и говорит, «Очень сильные братские отношения рождаются в тяжелые годы. На войне мы», вспоминает преподобный Паисий, «Солдаты одного полубатальона два года прожили вместе и были спаяны между собой больше, чем братья, потому что трудности и опасности мы переживали вместе. Мы были настолько спаяны, что звали друг друга брат. Мирские были люди, с мирским образом мыслей. Ни Евангелия не читали, ни духовных книг, но тем не менее один с другим не хотел расставаться. У людей было обычное, мирское, в хорошем смысле слова, образование, но они имели то, что выше всего, любовь и братство». И вот он вспоминает, как недавно скончался один из его сослуживцев, а остальные однополчане приехали на его похороны со всех концов страны. Один однополчанин, встретив преподобного Паисия, уже, собственно, старца по возрасту, так его стиснул в своих объятиях, что он не смог вырваться. И вот какой делает далее очень полезный и важный для нас вывод преподобный Паисий. «Сейчас мы воюем с дьяволом, поэтому постарайтесь еще больше сродниться друг с другом, еще больше стать друг другу братьями, так мы все вместе будем идти по избранному нам пути и вместе подниматься по крутой тропе на сладкую Голгофу». И вот в заключение хотелось бы, дорогие друзья, вашему вниманию ответ преподобного Паисия, ответ и совет, и рекомендация, и, скажем так, как путеводная звезда его совет, как он дал, отвечая одной сестре из монастыря в честь апостола Иоанна Богослова Сурати, она его спрашивает, «Геронда», Геронда, то есть старец, «Я тревожусь, когда вы говорите, что нам предстоят нелегкие годы». Старец отвечает, «Будьте между собой дружны и согласны, будьте духовно подготовлены и отважны, будьте единым телом и ничего не бойтесь, помогает и Бог, возделывайте духовную любовь, имейте ее такой, какой питает мать к своему ребенку, пусть отношения между вами будут братскими, пусть живет среди вас жертвенность, а трудные дни мы потихонечку переживем». Вот с таким напутствием хотелось бы закончить, дорогие друзья, сегодняшнюю беседу. Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok